Кровь – основная жизненная среда, от состояния которой зависит здоровье и уровень функционирования абсолютно всех систем и органов. Густая кровь плохо транспортирует питательные вещества и полноценно не выводит продукты распада. Вследствие этого мозг и другие органы не получают в полном объеме необходимые для жизнедеятельности компоненты. Существует несколько причин повышения вязкости крови. Употребление некачественной воды, кислородное голодание клеток крови, обезвоживание организма в результате физической нагрузки или воздействия высоких температур, употребление в пищу большого количества углеводов, нехватка в организме солей и минералов, плохая экологическая обстановка. Рассмотрим эффективные народные способы, которые хорошо снижают вязкость крови. Отвар клевера. Клевер содержит большое количество флавоноидов, обладающих антиоксидантными свойствами и фитеэстрогенов. Также клевер укрепляет сосуды, способствует расслаблению мышечного слоя сосудов, снижает артериальное давление и помогает поддерживать массу тела в пределах нормы. Способ приготовления отвара из цветков клевера. Залить 1 чайную ложку высушенных цветков, 200 мл кипятка. Продержать смесь на водяной бане около 5 минут. Дать настояться еще минут 30. Процедить. Для снижения вязкости крови рекомендуется принимать по 1 столовой ложке 5 раз в день за 30 минут до еды. Продолжительность терапии – 21 день. Чеснок. Чеснок богат множеством полезных веществ, среди которых наибольшее значение придается аллицину, витаминам и аскорбиновой кислоте. Чеснок снижает холестерин, способствует улучшению микроциркуляции, снижению артериального давления и быстрому разжижению крови в сосудах. Возможно два варианта использования чеснока. Добавление в ежедневный пищевой рацион в чистом виде, или изготовление различных настоев, отваров и тому подобное. Лимонный сок. Лимон активно изучается китайскими учеными. Опубликовано несколько десятков научных работ касательно его свойств. Доказано, что лимон оказывает ингибирующее влияние на агрегацию тромбоцитов, препятствует тромбозу. Эффекты связаны с содержанием в соке лимона большого количества лимонной кислоты, диасмина или нитина. Для употребления необходимо отжать сок свежего лимона и принимать по 2 чайных ложки в день в утреннее время суток, добавляя в 200 мл кипяченой воды. Продолжительность лечения, при отсутствии заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта, не ограничена. А вы используете что-нибудь для разжижения крови? Поделитесь этим в комментариях. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok